Коллаген. Пить, колоть или мазать? Коллаген не усваивается, коллаген усваивается. Надо есть, надо пить, надо мазать, надо колоть. Что же из этих методов действительно вам поможет? Давайте разберемся. Досмотрите это видео до конца, и я расскажу, что влияет на выработку собственного коллагена. Коллаген – это самый распространенный белок в человеческом организме. То есть из всего белка, который есть в нашем организме, порядка 60-70% будет составлять именно коллаген. Считается, что в человеческом организме 28 типов коллагена. Кто-то говорит, что их уже больше 30, но мы будем ссылаться на официальные источники, по официальным источникам 28. Типы коллагена разные, потому что соединительная ткань, она тоже разная. Кожа, волосы, ногти, жировая ткань, соединительная ткань, сухожилия, хрящи – все это коллаген. Чем же так опасен дефицит коллагена или некачественный коллаген, который может собираться в нашем организме? В нашем организме синтезируется плохой коллаген, дефектный коллаген, коллаген синтезируется медленно, то у нас возможны различные проявления дисплазии. Проблема большая, объемная. Недавно мы записывали подкаст с доктором Натальей Бочковой на тему дисплазии. Кому интересно, переходите, посмотрите там более подробно про дисплазии и вообще про коллаген в целом. Помимо того, что у нас может быть некачественный коллаген, нарушение нашей генетической способности его вырабатывать, еще и с возрастом количество коллагена у любого человека начинает уменьшаться. То есть наш организм синтезирует все меньше и меньше коллагена. Почему это происходит? Ну, как минимум, потому что мы стареем и клетки нашего организма стареют, но в том числе это может усугубляться тем, что нам может не хватать определенных микроэлементов, определенных аминокислот. Поэтому даже если у вас нет проблем генетических, но при этом длительное время, это же не за год происходит, то есть 5-7 лет люди находятся в жестком дефиците, естественно, у них начинают развиваться те процессы, которых могло бы и не быть. А если у вас еще и генетическая предрасположенность, а вы еще и недополучаете аминокислот, например, или витаминов определенных, то, естественно, эта проблема будет проявляться ярче и тяжелее, чем могла бы. Поэтому коллаген нам нужен. Поставим на этом жирную точку и будем разбираться, каким же образом мы можем простимулировать наш организм к его выработке. Первое, с чего бы мне хотелось начать, это, конечно, кремы с коллагеном. Кремы с коллагеном, есть кремы про коллаген, называются, которые якобы стимулируют выработку вашего собственного коллагена. На самом деле это маркетинговый ход. Никаким образом вот такая гигантская молекула коллагена проникнуть не может через нашу кожу для того, чтобы усвоиться и так далее. Единственный способ, который может вот так вот как-то ввести коллаген, это инъекции. Когда мы уже нарушили кожный барьер и непосредственно ввели, когда мы делаем инъекции коллагена, мы стимулируем выработку коллагена непосредственно в том месте, где мы провели инъекцию. Где родился, там пригодился. Куда вколол, там и будет в первую очередь синтезироваться. Именно поэтому, когда мы проводим инъекции коллаген-стимуляторов, либо коллагена, мы видим результат на коже. Вот мы в зону век прокололи, видим улучшение качества кожи. Прокололи рубцы, там с ними поработали, видим улучшение качества рубцов. Достаточно часто встречаются пациенты, которые говорят, у меня вот от такой процедуры не было эффекта, от такой процедуры не было эффекта. Ты начинаешь спрашивать пациента, он там чем-то не питается, или у него вообще никогда от процедуры эффект не выраженный. И мы понимаем, что у человека, скорее всего, и так есть какая-то проблема с синтезом коллагена. Скажу честно, как правило, таких пациентов видно, косметологи, да и пластические хирурги, которые работают и обращают внимание на плотность тканей, на качество кожи, в том числе, да, мы, если про косметологию, больше с кожей работаем. То если мы понимаем, что человек выглядит не по возрасту, да, то есть там пациенту 40 лет, а он, ну, кожа у него не на 40 лет, то есть, да, какая-то она тоничная, как тряпочка, все такие опоры расширенные, начинают опрашивать, выявляется, что где-то еще там с суставами проблемы, со зрением проблемы, с органами проблемы, с варикозом проблемы, да. То есть это же человеческий организм, он достаточно объемный. И сказать, что у тебя проблемы только с тем, что у тебя гиперэластичная кожа, но скорее всего нет, скорее всего еще какие-то звоночки будут, просто как бы должен быть специалист, который грамотно может это все собрать в одну картину и дать какие-то рекомендации, сделать какой-то вывод. И тогда, как правило, пациенты видят результат. Кстати, пациенты с тоничной кожей, вот они даже на операции приходят, говорят, отрежьте мне веки, а ты видишь опять же, что кожа не по возрасту, веки не по возрасту. И я им говорю, что там для того, чтобы подготовиться к операции, чтобы у нас было хорошее заживление, хорошие рубчики, давайте-ка вот там хотя бы, хотя бы попьем коллаген. И, как правило, эти пациенты сами отмечают улучшение качества своей кожи. Они говорят, слушайте, а у меня кожа лучше стала, действительно работает. И помимо этого, для строительства нашего собственного коллагена нужно восполнять именно глицин, пралин и аланин. То есть это те аминокислоты, которые непосредственно очень важны для строительства нашего собственного коллагена. И когда я спрашивала у диетологов, я говорю, окей, вы набираете норму по белку, а вы по аминокислотам смотрите, они говорят, ну это вообще невозможно просчитать. Поэтому даже получая необходимое количество белка, вы можете не получать необходимое количество тех аминокислот, которые должны идти на строительство вашего собственного коллагена. Поэтому прием коллагена внутрь очень важен. И таким образом мы переходим к следующему варианту, это пить и есть. То, что касается пить и есть. Сразу хочу сказать, что сухие формы коллагена самые плохо усваиваемые. Поэтому если вы видите сухой порошок, и там написано, что он усваивается на 100%, ну вот прям можете выбрасывать, это вранье, потому что даже вода в нашем организме не усваивается на 100%. Как мы вообще оцениваем усваиваемость продукта? Берется исследуемое животное, да, мышка, например, промывается желудок, и она кормится определенным продуктом и смотрит, сколько у нее там на выходе вышло, да. То есть если вы клетчаткой будете кормить, из нее одно количество выйдет продуктов на выходе. Если вы будете кормить водичкой, другое количество. Но тем не менее продуктов, которые усваиваются на все 100%, ну вот их практически не существует. Очень важно, чтобы коллаген усваивался, чтобы это была либо жидкая форма, либо форма желе, да, которые, потому что они лучше всего усваиваются нашим организмом. Помимо этого в состав должен входить витамин С и гиалуроновая кислота, которые идут на строительство нашего собственного коллагена и межклеточного матрица. Почему делаю на этом акцент? Потому что очень часто говорят, что коллаген без витамина С не усвоится. Это неправда, он прекрасно у вас усвоится, точнее не сам коллаген и аминокислоты, но вот именно в строительстве вашего собственного коллагена уже будет участвовать определенный, ну, витамин С как кофермент. Вот, поэтому он нужен для того, чтобы у нас построился наш коллаген здоровый. Вот, например, заболевание цинга, да, это дефицит витамина С, и при дефиците витамина С коллаген строится неполноценный, поэтому там у людей зубы шатались, потому что вот эта соединительная ткань, она дефектная, поэтому очень важно, конечно, витамин С. Ну и по некоторым исследованиям дополнительный компонент – это гиалуроновая кислота, которая идет на строительство нашего собственного матрица. Кстати, крупномолекулярная кислота, опять же, по исследованиям опубликованным, она действительно достигает уровня кожи, а мелкая гиалуроновая кислота, которая принимается внутрь, может даже вызывать воспаление. По некоторым, опять же, исследованиям, не моим собственным, ссылаюсь на то, что есть на подмеди. Кстати, у меня в Телеграм-канале есть эти исследования, ссылки я выкладывала, и кому интересно, можете зайти и почитать. Ну а если хотите купить классный коллаген, можете купить мой коллаген «Ништяк» by Dr. Гуварева, ссылку я оставлю в описании к этому видео. Чем особенный мой коллаген? Во-первых, он натуральный, из курицы, туда входят три типа коллагена, что достаточно редко встречается, обычно только первый и третий тип, либо отдельно второй. В нашем коллагене три типа коллагена. Он очень вкусный, он реально как мармеладки. У меня дети его, вот я заменила просто употреблением мармеладок у детей. Они подходят в холодильник, берут коллаген и спокойно его едят. Кстати, про детей, да, вот малоежки, которые постоянно хотят что-то сладенькое, либо макароны, либо хлеб, а вам нужно накормить их аминокислотами, для того, чтобы они нормально росли и развивались. Да, мясо нужно, белок нужен. Ну вот, как бы, я для себя закрыла этот вопрос коллагеном. Мои дети его едят. Надо, наверное, выложить как-нибудь видео, когда эти вот так вот руками едят. Это действительно вкусно. Аминокислотный состав написан на упаковке. То есть, вообще, в выборе коллагена, какой бы вы ни выбирали, я с этим столкнулась очень много. На банке написано, там, 19 аминокислот, там, 30 микроэлементов, еще что-то. Но не написан полный состав. То есть, ты даже не знаешь, какие там аминокислоты в составе, не знаешь, какие микроэлементы, в каком количестве. Соответственно, любой коллаген, когда вы выбираете, вы должны смотреть на упаковке именно на аминокислотный состав. И только в этом случае вы можете выбрать действительно качественный продукт. Выбор есть. Значит, то, что касается вообще гормонов, да, и вообще любого продукта, когда мы получаем продукт, он проходит лабораторное испытание, где написано, какое количество антибиотиков, гормонов и так далее. То есть, если что-то будет выше нормы, а нормы там вообще 0-0-0, вообще чего-то один, то этот продукт просто не может попасть на производство. То есть, на самом деле, государственными органами это тоже регламентируется и регулируется. Там, кстати, не только антибиотики, гормоны, там тяжелые металлы, там чего только нет. Там вот такой список огромный, всего, на что следуется мясо, прежде чем оно попадет вообще на рынок, там, да, если мы говорим про какие-то крупные предприятия, которые получают, ну, крупные, мелкие. Я не знаю, может быть, есть рынки, где можно купить продукцию какую-то вот типа фермерскую. Я просто не знаю, как за фермерской продукцией следят, но мне кажется, там тоже госорганы все это контролируют, регламентируют для того, чтобы как минимум не было заражения населения. Это очень четко отслеживается. Давайте подведем итог. Значит, мазать коллагеновые маски, патчи, они не проникают, да, они просто визуально улучшают качество кожи, но на выработку собственного коллагена, либо там, вы думаете, вам проникла болекула коллагена, этого не происходит, поэтому это больше эстетический такой эффект на несколько дней. Не более того, ни про какую стимуляцию речи не идет. Инъекции коллагена, да, работают. Это действительно классный, эффективный метод, но работают непосредственно в том месте, куда вы ввели. И прием БАДов, и пищевых добавок с коллагеном, соответственно, тоже работают, если там хороший аминокислотный состав, который вы должны смотреть на упаковке. Так что же еще необходимо нашему организму для выработки нашего собственного коллагена, помимо аминокислот? В нашем организме не должно быть дефицитов некоторых микроэлементов, а именно магний, цинк, кальций, медь, витамины группы В, витамин С и витамин Д. То есть это те витамины и микроэлементы, которые необходимы для синтеза нашего нормального, здорового коллагена. Так что если у вас были какие-то проблемы, вы можете сдать анализы. Единственное, анализ крови на кальций не информативный, и вы можете не сдавать. Ну и, конечно, если у вас проблема с анемиями, это тоже влияет на синтез нашего собственного коллагена, поэтому неплохо бы их устранять. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропустить новые видео и знать много интересного и полезного про косметологию и пластику.